Привет друзья! Сегодня я буду делать гаджеты для кухни, ну и конечно же проверять как они работают. А так как сейчас в самом разгаре сезон сбора и продажи вишни с черешней, то очень актуально сделать и проверить гаджеты для этих наивкуснейших ягод. Для первого приспособления понадобится вилка. Я купил самую дешевую за 10 рублей. При помощи пассатижей отламываем крайние зубцы. Нам понадобится только два средних. Отступаем 3 миллиметра и загибаем кончики зубцов. Получаем вот такой гаджет. Берем ягодку, вставляем крючки из вилки и вынимаем косточку. Еще таким приспособлением удобно вынимать косточки из абрикосов, а также из сливы. Для следующего гаджета понадобится пластиковая бутылка. Разрезаем бутылку пополам. Берем нижнюю половину, делаем два продольных разреза, затем делаем еще вот такой разрез, скругляя углы. Делаем аналогичный разрез с противоположной стороны. Сгибаем края у пластиковой чаши и она должна пружинить. Приставляем один лист к горлышку пластиковой бутылки и обводим маркером. Вырезаем отверстие. Аналогичное отверстие нужно сделать и с другой стороны. Намечаем середину в крышке от бутылки. Делаем отверстие диаметром 10-11 миллиметров. Посмотрим, что у нас получается. Одеваем чашу с лепестками на горлышко и фиксируем крышкой. Вот так работает эта конструкция. Теперь понадобится шприц объемом 10 миллилитров. Вынимаем шток и снимаем с него резиновый поршень. Нам нужно наметить расстояние между штоком и крышкой. Это примерно 2,5 сантиметра. Отрезаем лишнюю часть штока. Затем срезаем часть пластика. Получаем вот такой уменьшенный вариант штока. Разбираем нашу конструкцию. Наносим клей на площадку штока. Затем на центральную часть дна бутылки и приклеиваем шток. Хотя для большей надежности можно склеить детали термоклеем. Получаем вот такую конструкцию. Теперь нам понадобится кусок провода длиной примерно 30 сантиметров. Его я купил в обычном хозяйственном магазине. Провод нужно разрезать пополам и снять верхнюю изоляцию. Сгибаем провод по центру и делаем кольцо. Затем делаем вот такие сгибы. Смысл в том, чтобы шток свободно ходил внутри кольца. Затем делаем еще вот такие загибы. Соединяем их и обматываем проволоку вокруг горлышка бутылки. Теперь проволоку можно легко скрутить по резьбе. Одеваем проволочную рамку на шток, загибаем лепестки и накручиваем горлышко. Одеваем рамку на горлышко, наживляем крышку и накручиваем на нее горлышко. Кладем на стол стакан, на него ставим наш гаджет. Как видите он отлично функционирует. Кладем ягодку на крышку, нажимаем, косточка падает в стакан, а мы получаем очищенную и абсолютно непомятую ягодку. Теперь можно спокойно варить компот или варенье и не опасаться, что кто-то впоследствии подавится косточками. Так как все косточки попадают в стакан, то их очень легко выбросить и продолжать процесс очистки. Как вы заметили, сделать такой гаджет не так-то уж и легко, поэтому можно поступить проще и купить уже готовый гаджет на Алиэкспресс. Но при любой покупке на Алиэкспресс нужно быть очень внимательным, так как можно попасть на сомнительные товары без отзывов или с маленьким количеством заказов. К тому же рейтинг продавца и цена часто могут быть завышены, но благодаря расширению Алихелпер всех этих неприятностей можно избежать. С Алихелпер удобно оценивать продавца одним взглядом на странице поиска или на странице товара. Здесь сразу видно, насколько изменилась цена за последние три месяца. Также можно начать следить за ценой, удобный просмотр отзывов покупателей и трекинг посылок. Экономьте время и деньги, устанавливайте Алихелпер в два клика по ссылке в описании. Ну а теперь давайте проверим работоспособность других гаджетов. Для начала возьмем пинцет. По-моему он неплохо справился со своей задачей, но не так быстро как самодельный гаджет. Но тем не менее им действительно можно почистить ягоды. Теперь в ход пойдет обыкновенная ватная палочка. Сгибаем ее пополам и пробуем достать косточку. Очень-очень тяжело вынимается косточка таким приспособлением, но можно палочку усовершенствовать и сделать более плоской при помощи пассатиж. Сгибаем ее пополам, но в месте сгиба сделаем небольшое расстояние, чтобы удобнее подцеплять косточку. Давайте посмотрим, как теперь сработает уже усовершенствованный гаджет. Надо сказать, что теперь им удалять косточку стало гораздо удобнее. Следующий гаджет это обычная канцелярская скрепка, но так как она слишком маленькая, удобнее ее разогнуть. Интересно, получится ли ей вытащить косточку? Хоть и с трудом, но получилось. Теперь я попробую увеличить диаметр загиба скрепки, чтобы косточка с нее не соскальзывала. Косточку стало вынимать гораздо удобнее, но все равно очень много вишни таким гаджетом не почистишь, так как пальцы сильно устают от неудобного держания скрепки. Следующую косточку-вынималку можно сделать из зубочистки, сломав ее пополам. Косточку вынуть можно, но уж очень неудобно, так как зубочистка хоть и сломана пополам, но все равно остается очень узкой и косточка с нее попросту соскальзывает. Теперь я буду использовать булавку, подойдет экземпляр примерно вот такого размера. Надо сказать, что булавкой удобнее вынимать косточку, чем скрепкой, да и ягода остается менее травмированной. Теперь я попробую воспользоваться трубочкой для питья, но она сразу же согнулась и сломалась, так и не проткнув ягоду. А все потому, что не каждая трубочка подойдет для этого дела. Нужно выбирать трубочку из более толстого и твердого пластика. Теперь косточку действительно можно вынуть и трубочка не сломалась. Еще трубочку можно разрезать пополам и сделать в центре треугольный надрез. Теперь косточка будет упираться в трубочку и не соскользнет. К тому же такой конец трубочки будет быстрее и легче прокалывать кожицу у ягоды. Таким гаджетом можно действительно почистить большое количество ягод. Еще для очистки вишни советуют использовать шпильку для волос. Думаю шпильку нужно брать чуть поменьше, потому что этой уж больно сильно травмируются ягоды. Наверное почти у каждого дома есть вот такое приспособление под названием чеснокодавилка. У этой чеснокодавилки дополнительно есть штырь и вот такое отверстие. Они как раз и служат для того, чтобы чистить вишню. Но у меня почистить ягоду так и не получилось. Штырь попросту проткнул ее насквозь, а косточка осталась внутри. А все потому, что этот штырь имеет слишком острую поверхность. Чтобы все заработало, эту остроту нужно сточить и сделать еще небольшие запилы. Теперь уже косточка не будет соскальзывать с этого штыря. Ягоды начнут отлично чиститься. Еще мне встретилась рекомендация использовать ручку, из которой нужно достать стержень и открутить верхний колпачок. Затем промыть с мылом. Ну и как оказалось, ручкой действительно можно чистить ягоды. Только вот диаметр ее великоват для маленьких ягод. Поэтому более эффективно такой гаджет использовать для чистки абрикосов, так как они более крупные. Еще советуют использовать карандаш. И он действительно помогает. Но я бы не рекомендовал такой способ, так как карандаш содержит в себе красящий стержень, да и сам тоже покрашен. А краска эта далеко не пищевая. Гораздо эффективнее будет использовать палочку для суши. Но так как у этой палочки слишком острый конец, то косточку вынимать не особо удобно, так как она так и хочет соскочить с палочки. Чтобы этого избежать, нужно отрезать острый кончик, а на месте среза сделать насечки, чтобы получился уже вот такой кончик. Теперь косточка не будет соскальзывать и вынимать ее будет гораздо удобнее. Еще можно взять стеклянную бутылку, положить ягодку на горлышко и теперь все косточки будут оказываться внутри бутылки. Такой бутылки хватит на несколько килограммов ягод. Теперь нам понадобится шприц емкостью 20 миллилитров. Вынимаем из него шток с поршнем и отрезаем носик. При помощи острого ножа намечаем отверстие по центру. Делаем отверстие сверлом диаметром 10-11 миллиметров. Делаем надпил на корпусе около дна, а затем отмеряем расстояние, чтобы свободно вошла вишня. Это примерно 3 сантиметра. Делаем еще один надпил. Срезаем кусок пластика. Должен получиться вот такой корпус. Снимаем со штока поршень. При помощи кусачков убираем лишний пластик. Намечаем место, до которого нужно срезать пластик с боков крестовины штока и срезаем его. Должен получиться вот такой шток. В резиновом поршне делаем отверстие для штока. Вставляем поршень в корпус и вставляем шток. Шток должен свободно перемещаться без заеданий. Теперь понадобится канцелярская резинка. Сгибаем ее вдвое и накидываем на корпус. Вставляем шток и теперь он будет автоматически возвращаться в исходное положение. Ну что ж, давайте проверим, как будет работать этот самодельный гаджет. Как видите, все работает и очень даже неплохо. Ягоды не мнутся и особых брызг нет. Да и косточки очень легко удаляются. Друзья, я очень старался с изготовлением таких гаджетов, поэтому надеюсь, что вы мне поставите лайк за труды. А также советую вам подписаться на мой второй канал Лайфхак ТВ. Там вы тоже увидите очень много интересного. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok